Ветерам Великой Отечественной войны 95-летний Аси Курмамбетов является членом Союза писателей страны, президентом общественного фонда Ахджол. Он начал свою творческую деятельность 20 лет назад, когда ему было 75 лет. Кроме издания своих книг, Аси Курмамбетов помогает нуждающимся людям. Он направил на благотворительность 1 миллион 200 тысяч сомов. Оценив его заслуги и благотворительность, он был удостоен государственной награды, а также получил уважение всей страны. Аси Курмамбетов считает это самой главной его наградой. Каждое мое слово, каждый мой шаг и действие должны быть примером для подрастающего поколения. До конца своей жизни я буду стараться совершать благие дела, чтобы остаться в памяти народа и на своем опыте показывать вам пример. С каждым днем число ветеранов сокращается. В 2020 году будет отмечаться 75-летие Великой Отечественной войны. Наш герой хочет внести денежные средства в сумме 2 миллионов сомов для празднования Дня Победы на высоком уровне. Он отмечает, что ему еще нужно собрать 800 тысяч. На данный момент он продает свои книги. Свою последнюю книгу он назвал «Токсомбештега отчетум». Для того, чтобы выпустить ее, он попросил материальную помощь у президента страны, который не оставил просьбу без ответа. «Я думаю, что мою книгу должен прочитать каждый. Если я продам весь тираж, то я накоплю нужную сумму. Хочу выразить президенту благодарность за то, что он поддержал меня материально. Хотелось бы отметить, что глава государства уделяет большое внимание обращениям граждан и оказывает всяческую помощь всему народу». Наш герой за свой счет посетил многие школы республики, где вручил от своего имени отличившимся ученикам награды, а также дал им свои советы и благословения. В стране таких, как Урмамбетов, которые получили государственную помощь, много отметили в отделе по работе с обращением граждан аппарата президента. «Только за последний год число обращений увеличилось в два раза», – говорит его заведующий Саяк Пайсубанов. «Причина, по которой увеличилось число обращений, ясна. Это связано с тем, что с вступлением на должность Саранбая Джинбекова он начал уделять особое внимание на обращения граждан. Все они не остаются без внимания, на них реагируют и направляют соответствующие службы». Если посмотреть данные с 24 ноября прошлого года до 1 ноября этого года число обращений, то в прошлом году в письменном виде поступило 7670 писем, а в этом году 12563 обращения от граждан. Следует отметить, что они поступают в общественные приемные страны, а также по электронной связи. «Граждане обращаются к нам через общественные приемные. Они также могут получить информацию по законодательным актам и указам президента. В прошлом году их было 629, а в этом году – 516. Также у нас есть прямой эфир на всех радиостанциях, через которые мы информируем население страны о проводимой работе с письмами и обращениями граждан». Всего число обратившихся граждан по всем вышеуказанным средствам связи в прошлом году составило 10 323 человека, а в этом году их было 15 728 обращений. С процентом соотношения число обращений увеличилось на 53%, то есть на 5000 человек больше, чем в прошлом году. Дюбек Шишамбиева, Нурдангар Пеков, Пирамида.